Пишет мне оба гаджета, мне пишет, что я в эфире, доброе утро, мир, доброе утро, люди, живущие в нём, традиционно, по будням, утро, с горбоч и утренние эфиры. Сегодня я вам предложу такую тему, как фитнес, йога, финансовая, я это назвала как финансовая йога для мозга. Это тогда, когда мы с вами попробуем посмотреть на деньги с новых ракурсов или под новым углом. Меня, конечно, йоги и йогини могут со мной не согласиться, я это название сделала буквально из своего отношения к йоге и к деньгам, поскольку для меня йога – это способность в моём таком мировоззрении, это способность по-другому начать взаимодействовать со своим телом, по-другому, по-новому начать взаимодействовать со своим состоянием и открыть для себя такие, ну, если хотите, асаны, да, открыть для себя такие положения тела, о которых раньше смотрел и думал, тому нафиг, уж извините мне за слэм. Вот как-то так, для меня йоги – это почти небожители, я иногда смотрю, как они себя заворачивают в нестандартный какой-то там узел, бараний рог, смотрю, диву даюсь и думаю, ух ты, ничего себе, оказывается, так можно. А поскольку у меня есть такое правило, одно из моих правил, что если это кто-то сделал, то это могу повторить я при желании и необходимости, то и это же правило я переношу и как на йоге, и так на деньги. Вот если это кто-то сделал, это можно повторить. И сегодня я предложу вам такие немножечко новые, начать смотреть на деньги немножечко по-новому, немножечко с другого ракурса. Вот с какой-то такой удивительно интересной позой, асаной и посмотреть, как тогда меняется ваше отношение с деньгами. Ну и понятное дело, немножечко потренируемся, это самое мышление, либо эти самые взгляды менять. Я вижу ваше приветствие, это круто. Когда я вижу, что вы пишете мне «Доброе утро, мир» и люди, живущие в нём, ощущение, что я среди своих, ощущение своей банды, и это радует очень. Поэтому все, кто присоединяются, пожалуйста, пишем «Доброе утро, мир» и люди, живущие в нём. Это радует. Я до сих пор пока ещё веду эти эфиры утром, это самое любимое моё время для эфиров. Хотя есть основания предполагать, что в октябре я буду смещать эфиры, либо немножечко на раньше. Вот, кстати, те, кто смотрит, а если я буду выходить на час раньше в эфир, вот вы что скажете? Вы ещё спите в это время, или вы, в принципе, уже готовы, и час раньше тоже готовы быть со мной? Это, ну, я ещё отдельно сделаю опрос, потому что в октябре я буду смотреть, куда мне сместить эфиры. У меня учёба начинается оффлайновая, и я немножечко смогу, немножечко меня надо будет сместить. Я буду рада, если это может быть на час раньше, потому что я такой персонаж, я могу и в 5 утра вести. Ну, просто в 5 утра же не все встают. Да, я сегодня нет, не сплю. Ага, так, кто-то говорит, отлично, кто-то говорит, не сплю. Но, во всяком случае, это радует, потому что если я смогу вести эфиры на час раньше, мне это будет намного проще. Сейчас и сентябрь мы ещё работаем вот в этом формате. В конце сентября я буду очень рада, если вы будете готовы встречаться со мной час раньше. Это будет спим, лучше позже, пишет Юля, ну, бывает. Ну, посмотрим, я ещё по тесту, я ещё сделаю пару тестов. Так вот, да, для тех, кто меня видит в первый раз, меня зовут Светлана Горбач, я психолог на всю голову. И уже почти лет 10 занимаюсь так называемой психологией денег. И когда я произношу словосочетание психология денег, у некоторых слегка открываются, главное, потому что психология понятна, панический атака понятна, травма понятна. А вот психология денег у многих вызывает такой небольшой диссонанс. Хотя, если вы просто погуглите, это такое направление в психологии, которое изучает отношение человека к деньгам и к другим людям в контексте денег. И то, как влияют деньги на поведение этого человека и на принятие решения. Вот это основной момент. Это изучение некой сферы знаний, некая область знаний о том, как человек, как влияет такой фактор, как деньги, на его поведение и принятие решений. Это всё. Это всё, но это много. Это всё, но с этим это открывает такое огромное поле деятельности и изучения, что сколько лет я этим занимаюсь, я ещё не наскучила. Поскольку деньги никогда не про деньги, говорю это всё время, деньги – это всегда что-то ещё. Это всегда то, что стоит за деньгами. Это всегда то, что человек одевает на деньги. Это то, что человек думает про себя. Это то, что человек думает про других. Это то, что человек думает про отношения с людьми. Вот это достаточно большая такая история. Вот это то, что называют психологией денег. И я сейчас не приведу вам имя, кому принадлежит цитата, и даже точно её не процитирую. Вот хотела, но забыла. Имена и цитаты – это не мой конёк, не самый сильный мой конёк. Но о том, что вылетело из головы вот эти биологические механизмы о том, как работает мозг и как эти биологические механизмы влияют на отношения человека, хотела блеснуть умные цитаты. Не вышло, не получилось. Буду говорить своими словами, мне так привычнее. И кажется, может казаться, знаете, как говорят, есть такое выражение о том, что все счастливы, тоже не помню, кому принадлежит, тоже не я автор, все счастливы одинаково, а каждый несчастен по-своему. И да, у всех всё индивидуально, но в контексте денег человеческое поведение, зависимость человеческого поведения от этого контекста достаточно предсказуемо имеет свои эффекты и свои предсказуемые модели, даже если они противоречат общепринятым экономическим теориям. То есть есть экономические теории, мы не будем долго идти в экономические теории, мы сейчас не пойдём. Есть экономические теории, модели поведения потребителя, модели поведения людей. И есть условно-индивидуально биологические механизмы реакции, стимулы реакции, которые проявляет человек, который проявляющий в своём поведении, и это не попадает под общепринятые экономические теории, но предсказуемо. И то, с чего мы начнём сегодня, то, что я вам предложу сделать, это мы будем брать какую-то из моделей, какую-то из эффектов, они так и называются, эффект замалчивания, эффект профанации. Сейчас с этим будем разбираться. Мы будем брать эффект, смотреть привычную позу и как это поменять, где здесь глюк и как это поменять. Поехали. Да, и я от вас жду участия, чтобы вы откликали, что вам заходит, что вы наблюдаете за собой. Я несколько эффектов за собой знаю, и сейчас ещё знаю, хотя об этой теме уже много лет. Много эффектов я у себя убрала и нейтрализовала, и будем двигаться, будем смотреть. Поехали. Первый эффект. Да, возьмите ручку, запишите. Возьмите ручку, листик, вам будет удобнее потом к этому вернуться и посмотреть динамику, и посмотреть, что вы делаете, и что уже меняется. Первое. Денежная иллюзия. Первый такой спецэффект называется денежная иллюзия. Денежная иллюзия – это когда человек воспринимает, два формата – воспринимает номинальное количество денег, а не реальное. То есть когда человек не воспринимает реальное своё материальное состояние, не воспринимает реальное количество денег. Когда человек, ну, например, не учитывает инфляцию, не ведёт вообще учёт денег. У меня такое количество клиентов было, когда, блин, где-то найду отзывы, когда ты даже, по-моему, публиковала. Когда человек ставит себе какую-то цель, говорит, я хочу зарабатывать, я хочу получать в месяц столько-то денег. Начинаем разбирать. Вот у человека есть ощущение, что у него этих денег нет. Начинаем разбирать, начинаем говорить, считай, вот считай, сколько ты заработал в месяц. Это особенно, особенно свойственно самозанятым. Не тем, кто живёт от зарплаты до зарплаты, а не тем, у кого есть фиксированная сумма, которую он знает, что в конце месяца я получу вот это. А самозанятые, частные предприниматели, люди, которые сами влияют, да, не живут зарплату, а сами влияют на свой доход, очень свойственно. Мне это было свойственно когда-то тоже, правда, чуть в другом ракурсе сейчас расскажу. Когда человек не знает на самом деле сумму, которую он получает. Вот получил деньги, потратил, получил, потратил, не ведёт учёт и не устраивает себе, не организовывает себе то, что называется зарплата собственника. Я это называю зарплатой собственника, сейчас расскажу. И мы начинаем считать, и вдруг оказывается, что человек на этой сумме уже давно сидит. Он говорит, я хочу, ну, условно, тысячу долларов. За счёт того, что деньги приходят постепенно, вот кто, поставьте лайки, кто здесь есть, самозанятые либо частные предприниматели. Поставьте, пожалуйста, лайки. Не те, кто работает в найме, да, и знает фиксированную свою зарплату, а те, кто самозанятые, либо частные предприниматели, либо собственники бизнеса, вот поставьте лайки вы, пожалуйста. Да, есть, вижу, ага. И вот этот момент, когда у вас не раз в месяц приходит доход, а сегодня с вами рассчитались, завтра с вами рассчитались, послезавтра с вами рассчитались, и вот такой вот доход, он плавающий, он как будто бы, ну, да, постепенно втекает в ваш месяц, ну, либо в тот период времени, которым вы рассчитываете деньги. Он постепенно встекает, и бывает сложно определить, а сколько на самом деле в месяц я зарабатываю. и часто бывают ощущения, что там, я хочу выйти, не знаю, на тысячу долларов, на две тысячи, на пять тысяч долларов. Начинаешь считать, ну, не считая до пяти, сложно, наверное, выйти, да, и до десяти и дальше. Начинаешь считать с человеком, и обнаруживается, что он на этой сумме сидит, но у него есть иллюзия о том, что ему этого не хватает, и у него есть иллюзия о том, что у него этого нет. А на самом деле он просто не соотносит те траты, которые ему нужны, на ту сумму, которую он получает. Знакомо такое? Мне было точно знакомо, и я долго с этим игралась, я не чувствовала денег. У меня была иллюзия о том, что мне не, ну, о том, что та сумма, которую я хочу, у меня как будто бы нет. И когда я села и сделала две вещи, вот это то, что нужно сделать, я села и сделала две вещи. Я начала считать, дико неудобная штука, жуткая. До сих пор считаю, до сих пор меня раздражает. До сих пор мне не нравится процесс учёта. Я такой достаточно включённый персонаж, я учила себя планировать, я учила себя составлять бюджеты, я учила себя управлять этим. Я не планомерный, я всем планом, целям и движением себя учила. Я включённый. У меня интерес включился, зажигало, включилось, и я побежала. И когда человек не смотрит, сколько у него есть на самом деле, не планирует бюджет, не планирует, не берёт поправкой на инфляции, у человека возникает иллюзорное восприятие денег, и он не может ими управлять. То, что делала в своё время я, я первая, и то, что очень рекомендую, есть простые, мне дико раздражало, когда мне нужно было садиться вечером, я себя там учила, когда вести учёт и считать, садиться вечером и считать, сколько у меня денег пришло, или сколько я потратила. Жутко, я забывала, я вечером уставшая, я там с пяти утра играю, поменьше мере с пяти утра, иногда ещё раньше, сегодня, в последние пару дней вообще в четыре приходилось вставать. Я к вечеру падаю, засыпала в полёте на подушку, где-то вот на траектории приближения к кровати засыпала. Мне не хватало на это сил. Я умудрилась, я сделала простую совершенно штуку, обычные приложения, найдите приложение учёта, и это удобно, когда вы можете считать. И самое важное, сейчас прочитаю, муж самозанятый, и мы как-то и не считали никогда, сколько в месяц. Да, но когда вы не считаете, сколько в месяц, это не даёт почву для отталкивания. Нету вот этой вот откуда оттолкнуться. Я расскажу сейчас, специально вчера записывала дополнительное видео в игру в мини-кэсов, вот в диагностическую игру, это с субботы мы начинаем, есть диагностический, я сделала диагностический формат игры, это бесплатно, и дала задание написать намерение на игру, что вы хотите в результате. Не полный формат кэсов, который с 1 сентября начинается, а вот в субботу там будет диагностика. Там будет диагностика. И я специально записывала формат видео, потому что я подумала, что когда народ писал намерение, у меня волосы шебелились, и я понимала, что народ просто не стоит, оттолкнуться не от чего. Когда человек не знает, сколько он хочет, сколько стоит его жизнь сегодня, вот вы знаете, сколько стоит ваша жизнь сегодня? Я точно знаю. Сколько стоит, давайте так, вот это звучание слова «моя жизнь сегодня сколько стоит», она, наверное, многих порезала по ушам, да, сколько стоит ваше жизнеобеспечение? Какую, на какую сумму вы живете сейчас? И какая сумма вам нужна? И дельта, дельта между тем, что есть сейчас, и тем, что вы хотите. То есть если у меня моё жизнеобеспечение сейчас стоит там несколько, какое-то количество тысяч долларов, да, и это вот этот уровень, какой уровень я хочу, и сколько стоит мой следующий уровень, куда я хочу выйти сейчас? Поисследовать эти цены, поисследовать цены здесь, поисследовать цены, куда вы хотите, и вы поймёте дельту. И когда вы поймёте дельту, следующий чудесный вопрос, а что на эту дельту вы можете дать миру? Потому что те деньги, которые получаются, это всегда обмен. Что-то я даю миру, что-то мир даёт мне, что-то я даю миру, что-то я беру в себя, да, я беру, отдаю, беру, отдаю, беру, отдаю. Если я хочу больше, мне нужно, а, понять, насколько больше я хочу, объективно, реально, сейчас, готова ли я на это больше менять свою жизнь, и что я могу на это больше дать миру, за что я это больше получу, даже если я этого ещё не знаю, да, положить этот вопрос к себе в мозг, мозг наш обладает совершенно чудесным свойством, когда вы задаёте ему вопрос и оставляете его искать, даже если вы не знаете ответа, вы оставляете мозг искать, он постепенно рождает идеи. Сейчас прочитаю комментарии и продолжим. Порекомендуйте, пожалуйста, какое-то приложение по учёту. Боже, я сейчас не помню даже, как называется, зелёненький кошелёчек, это то, чем я пользуюсь, извините, у меня с названиями сложно, я, если хотите, сегодня просто сделаю в сториз, вот вы же в Инстаграм, я сегодня просто в сториз напишу, каким приложением я занимаюсь, сделаю скрин, каким приложением я пользуюсь, и вы просто увидите. Зелёненький кошелёчек. Так, что у нас тут? Давно считаю, веду учёт файлики в Excel, бухгалтер по... Ага, ну если бухгалтер по образованию, то, конечно, да. Я не могла вести учёт файли, это классно, он удобный, но мне с один... Эй, это было не моё. Очень здорово, если бы бухгалтер по образованию на всю голову, то, конечно, да. Так, что у нас здесь? Я много лет вела финансовый учёт, а последние годы перестала, и очень жалею об этом, стараюсь вернуться к этой привычке. Но вот меня приложение спасло. То есть, ещё раз, это не реклама приложения, даже не помню точно, как называется, но я в сториз сегодня покажу приложение, которым я пользуюсь. И это удобно. Так вот, смотрите, когда вы чётко понимаете свою финансовую картину, вы знаете и свой пол, вы знаете, это даёт то, от чего вы можете опереться. Если я знаю, что сегодня моя жизнь стоит, там, не знаю, столько-то тысяч долларов, да, а я хочу мой уровень жизни, а я хочу, там, переехать, не знаю, в такую-то квартиру, в такой-то дом, в такой-то район, в такую-то машину, так я начинаю смотреть, сколько это стоит для того, чтобы моё «я хочу», да, вот эта растяжка, про которую мы ещё сегодня будем говорить, имели основание и имели наполнение. Увеличение дохода должно, новая сумма, новый уровень должно иметь наполнение, тогда оно становится реальным. Чем вы наполняете этот новый уровень, вот эту растяжку, да, когда вы знаете, что сегодня вот х денег, а завтра я хочу 3х денег, да, чем вы наполняете? Пониманием, что вы в это вкладываете, для чего вам это надо, тот вот уровень жизни, куда вы хотите прийти, что сколько стоит, ну, объективно, что сколько стоит, и пониманием, хотя бы идеями, о том, чем я наполню этот обмен, то есть я говорю, мир, я хочу от себя брать в 3 раза больше, отличная идея, всё хорошо, никто же не против, да, я говорю, мир, я готова тебе давать в 3 раза больше вот этого, в 3 раза качественнее, в 3 раза больше, то есть я увеличиваю объём с тобой, и да, тогда это срабатывает, для того, чтобы это делать, нужно понимать, нужно понимать чёткие цифры, вот эти вот истории про я привлекаю деньги легко и с удовольствием, много раз говорю, да народ, вы делаете деньги, круто, если у вас-то получается делать легко и с удовольствием, я с вами в этом, мне нравится то, что я делаю, но вы делаете деньги, это в вашей власти, теперь ещё один момент относительно денежной иллюзии, это честно, мне было сложно, я переходила на это несколько месяцев, когда я приняла решение, это было решение, и я несколько месяцев делала этот переход, опять же, это касается, не касается тех пока что, кто в найме, и у кого есть зарплата каждое первое число, у меня сейчас тоже зарплата каждое первое число, просто я плачу себе сама, что я сделала, я постепенно, ведь мы когда, те вот, кто не в найме, те, кто работает, ну, сам на себя, самозанятые, частные предприниматели, собственники бизнеса, что у нас происходит чаще всего, ну, у меня происходило, ну, у многих это, деньги зашли, ушли, зашли, ушли, зашли, что-то отложили, ушли, зашли, что-то вложили, ушли, и у большинства зарплаты собственника нет, большинство, что, да, живут в текучке, и как написала Татьяна в инстаграме, даже не считали, сколько это в месяц, постепенно выделите себе, когда вы, когда вы ведете учет, да, я знаю, из чего состоит мой месяц, мое месячное жизнеобеспечение, я тогда могу смотреть, какая минимальная сумма, оптимальная сумма и с развлекалками, и вот когда есть, сейчас я прочитаю, и когда есть понимание минимальной суммы, оптимальной суммы и, да, вот, овое превышение, я могу договориться с собой, то, что я сделала, о том, что какой, вот, минимальная сумма, ну, близко к оптимальной, потому что все равно есть какие-то непредвиденные могут быть траты, и все остальное я не трогаю, я оставляю на бизнес-счету, вот мне заходит на бизнес-счет деньги, да, я знаю, что я, вот, вот на вот это, на вот это, на вот это мне надо, остальное не выводить, не трогать, вообще не прикасаться, мне взяло, по-моему, 4 месяца такой дисциплины, это была дисциплина, такой дисциплина, 3 или 4, по-моему, 4 почему-то сейчас было, это давно уже было, по-моему, за 4 месяца я этот переход сделала, когда я пришла к тому, что в течение всего месяца я могу не трогать уже деньги, то есть я высчитываю. А, и в конце, то есть я беру ровно на ту сумму, на которую я себе запланировала, всё остальное на счету оставляю, и первого числа следующего месяца, для меня это первое число, первого числа следующего месяца я знаю, сколько мне нужно. Я же считаю, я же веду, я знаю, сколько мне нужно. Я эту сумму закидываю на счёт. И если не хватает, то потом ещё кусочек добираю в процессе. И в течение четырёх месяцев я пришла к тому, что раз в месяц я вывожу сумму, которая мне нужна на жизнь, на свой счёт, на свой личный счёт, и всё остальное, дальше это бизнес, деньги, то есть я пришла к зарплате собственника. И когда вы считаете, вот эта денежная иллюзия, она начинает размываться. И так, вы получаете управление деньгами. Вы получаете управление деньгами. Сейчас прочитаю, потом расскажу. Так, я тоже бухгалтер-практик, всегда знаю, сколько, куда и почём. Круто! Это здорово! Таких немного. Ну, бухгалтера-то, наверное. Было бы страшно, если бухгалтера бы не знали. Но не все бухгалтеры. У меня бабушка бухгалтер. Знаете, моя бабушка, мамина-мамина, она бухгалтер, причём вот она была бухгалтер до мозга костей. Абсолютный бухгалтер. Но мне не передалось. Папа у меня тоже хорошо вёл деньги. Но он хорошо, он делал деньги хорошо. Ну и вёл тоже. Ну, видимо, с возрастом я просто научилась чему-то. Так, приложения ещё не было, я просто записывала доход, расход ежедневно в конце месяца. Считала по разделам. Дом, вложение в работу, обучение и отдых. Да, вот зарплату. Я так делала, мне было сложно. Мне было очень сложно это делать. В конце месяца... Почему мне это было? В конце месяца я всё дело подсчитываю. А если я не записала, я через три дня смотрю на свой счёт и думаю... Куда я десятку перевела? Вот, да, перевод на карточку. Куда ты перевела десятку? Куда я десятку перевела? И я не помню. У меня всё, что сделано, забыто. Я не помню. Да, поэтому мне было важно вести учёт, чтобы иметь вот этот власть над этим. Да, вот зарплатой самой себе была самая большая проблема. Очень удобно. Очень сложно перейти. Нужна определённая дисциплина. Но когда вы ведёте учёт, у вас денежные иллюзия рассеиваются. И вы... Причём некоторые в денежную иллюзию любят заходить. В ней, знаете, как эффект страуса для меня. Во всяком случае, я про себя это знаю. Я могу запомнить, что там... Заметь, что когда война началась, у меня был период времени, я всё... Ну, я перестала вести учёт. Я перестала считать. Я... Ну, как бы деньги были. Я работала. Я там отправляла. Потом отправляла значительную часть. Не суть важна. Да, с тем, что я потом вообще писала очень знающему человеку, который мне написал осторожно, потому что... Ну, она увидела некоторые моменты, написала осторожно, потому что есть вообще... Есть, конечно, заповедь про благотворительность, но есть заповедь про верхнюю планку, выше которой нельзя. И говорит, и ты, ну, осторожно. Вот. И я там с этим тоже потом работала. Так. Манэфи... Да, вот, по-моему, Манэфи приложение с зелёным кошельком. По-моему, да. Но я с названиями, это сложно. Хорошо, поехали дальше. Что делать, да, с денежной иллюзией? Я думаю, понятно. Боже, я столько эффектов напланировала, а уже половина. Ну, что, у меня в этот вот, в девять уже аквариум. Двигаемся дальше. Денежная табу. Следующее. Денежная табу. Это такой эффект, когда люди не используют деньги, когда в некоторых семьях, в некоторых, так сказать, внутрисемейных культурах не принято использовать деньги в каких-то случаях. Не принято. Ведёт это к богатству, к достатку, это точно не ведёт. Сейчас приведу пример. Ну, например, не принято оплачивать приложение. Многие приложения платные. Не принято. Вот я ещё за приложение не платил. Звучит это примерно так в речь человека. Или у нас образование бесплатное, я ещё в школу деньги не сдавал. Или я ещё, ну, не знаю, медицина бесплатная, они и так мне должны. Вот это вот пункти, когда не принято платить. Вот табу – это не принято использовать деньги в каких-то случаях. Достаточно часто человек с этим денежным табу в важных, на самом деле, значимых аспектах не готов платить, не готов вкладывать, не готов вкладывать, и в результате не получает, извините, результат за тавтологию. Либо я ещё за информацию не платил. Зачем идти на этот курс? В интернете информации полно. Не знаю, есть ли среди вас, но это известный такой момент, когда, господи, да она рассказывает, либо он рассказывает то, что в интернете есть. Конечно, есть в интернете всё. Вопрос, как ты рассказываешь, вопрос, применяет ли, есть ли сопровождение, применяет ли человек. Я хорошо знаю тоже про себя этот момент. Не то, чтобы у меня было денежное табу, да, но я знаю очень хорошо про себя, что если я беру какую-то инфу, какую-то информацию, когда мне нужно на уровне знаний, я её возьму, прочитаю, куда-то там себе полочку положу. А если мне нужна информация на уровне изменений, я информации не обойдусь. Я могу прочитать эту книгу, знаю про себя. Поддержите те, кто знают про себя это тоже. Я могу, я даже стараюсь на курсы не идти, я стараюсь брать индивидуальное сопровождение. Я могу себе это позволить в большинстве случаев, когда в последнее время я просто понимаю, что мне, чтобы реально сделать результат, мне проще не пойти на курс, а заплатить за индивидуалку. Не купить книгу, прочитать, а заплатить специалисту. Но я с этим тоже работала, потому что это момент про экономию. Вот табу, когда кажется, что я могу это взять по меньшей цене, когда я за это платить не готов. Я сейчас смотрю, ни одного лайка. Вот там, где ни одного лайка, вам не знакома такая история? Вы действительно можете взять книгу по тому, как изменить, я не знаю, убеждения, прочитать, изменить и получить результаты. Я сейчас просто в немом восторге, в немом восхищении. Если это так, я готова идти учиться к вам. Вот прям абсолютно серьёзно. Поделитесь те, кто знает про себя, что я могу знать, что знать и делать разные вещи. Прям совершенно. Есть такие, пишет Таня. Привет, Татьяна, я не одна. Я в каком-то прямо, прямо в большом изумлении от этого. Мне сложно платить за книги. Да, у меня есть знакомый, я очень прям воевала. Воевала, наверное, громкое слово, но тем не менее. Мужа рядом нету, поделюсь. Вот то, что дописала Аня. Мне сложно платить за книги. Моему мужу сложно платить за книги. Он говорит, зачем покупать, это есть в интернете. Скачай. И я первое время, сейчас уже нет, сейчас он уже принял, согласился и принял мою позицию, о том, что это воровство, и это отнюдь не ведёт к богатству. Щедрость – причина богатства. Дальше будем говорить про это тоже. Те, кто успешные, они платят. Они достаточно щедры. Они идут в этот обмен. И я очень, Аня, тебя прям очень хорошо понимаю, потому что я говорю, с Димой, с мужем, это было просто, он не понимал, он говорит, как мы, когда только стали общаться, я покупаю книги, я постоянно покупаю книги. и он говорит, зачем? Я тебя скачаю, вот у меня есть бесплатно, вот у меня, я говорю, Дима, нет, нет, я в это наигралась, нет, я заплачу, посвящу этому своему росту и буду расти, чем я вот эти вот там, господи, пару сотен сэкономлю и потом потеряю. Да? Так, если не плачу, я сливаю и не делаю. Конечно, да, поняла теперь, ага, поэтому про книги мне, мне знакомо. А я, например, себя ловила, знаете, на чем? Сейчас вам, сейчас скажу, на бесплатных программах. У меня вот это денежное табу было, я не платила за программу, ну там, за офис, за винду, за офис, за фотошоп, за, что-то у меня еще было, за антивирус. Вот это была моя штука, да, там, где я в смысле, вот, скачал крэкнутую программу, пока до меня дошло, что нет. Нет. Так, хорошо, двигаемся дальше. Денежный консерватизм, времени много. Да, я о чем? Когда вы идете, вот так, когда сложно платить, есть такая штука, как я сторонник кармического менеджмента, к нему можно очень по-разному относиться. Я сторонник, я его много раз опробовала, и действительно, когда я начала только, оплачивать все и платить, казалось бы, здесь я увеличила расход, но у меня увеличился доход. И то, что важно, постепенно, я понимаю, что сразу, это может быть мега сложно, но постепенно платите за то, чем пользуетесь вы, если вы хотите, чтобы вам платили за ваш труд. это же все, ну, это же логично. Так, знакомые есть то, за что не готовы платить, даже сейчас. Если вы не готовы за это платить, и не пользуетесь, то это да, а если вы пользуетесь, и не готовы платить, то, ну, такое. Я даже, когда покупаю, не всегда прохожу курс. Да, бывает, поэтому я, если я знаю, что вот в этом месте я сольюсь, я могу слиться, я тоже живая. Я умная тетка, не вопрос, да, но я тоже живая, у меня есть тоже свои нюансы. Если я знаю, что я в этом могу слиться, я беру индивидуалку, и тогда, когда я беру индивидуальное занятие, я тогда, знаете, почему не сливаю? Не потому, что я заплатила в три раза дороже, вообще не поэтому. Я много денег сливала, потому что у меня ответственность перед человеком, у меня назначенная сессия. Я не могу не прийти, не могу не сделать. Так просто кажется. Оно не просто, да, оно не просто. Так вот, смотрите, если вы хотите, чтобы вам платили за тем, что производите вы, за ваши услуги, за ваши знания, за ваш товар, платите, приучите себя платить за все, чем пользуетесь вы. Да, иногда это может быть вам дают подарок, это не про то, что за все надо платить деньгами. Да, мне написало в Инстаграме, вот, был, есть в Инстаграме, пост, он в Фейсбуке тоже был, о том, что будет мини-кэсов, она будет бесплатна, и мне девочка написала, ну, девочка, женщина, не знаю, написала под этим постом, я с большой осторожностью отношусь к бесплатному, любой труд должен быть оплачен, могу ли я перечислить что-то, какую-то благотворительность. Я написала, любой фонд, если вам хочется оплатить, вы не можете взять просто так пользу, потому что где-то вы уже там оплатили, на самом деле, просто так же пользу тоже не приходит. Любой благотворительный фонд, которому вы доверяете, я даже не стала называть свои фонды, которым я доверяю уже много лет, ну, свои, в смысле, это не мои фонды, да, это просто фонды, которым я доверяю много лет, просто написала любой благотворительный фонд и поняла, что если эта женщина зайдет на мини-кэсов, с ней будет интересно, должна вырыть такое количество непозволения себе, да, из-за того, что нечем заплатить, либо слишком большая цена, вот весь, я почти уверена, что там будет история про непозволение себе. Да, я тоже покупаю, а потом не доработаю в учебнике, ага. Окей, это про денежное табу. Понятно, что такое денежное табу и к чему оно приводит, да, поставьте лайки, что вам понятно, что такое денежное табу и к чему оно приводит. И будем двигаться дальше. А денежный консерватизм, следующий такой спецэффект называется денежный консерватизм. Я здесь долго не буду, потому что если я начну рассказывать про это, я вкратце вижу ваши лайки, супер, я вкратце, денежный консерватизм это сопротивление любым реформам, любым денежным реформам. Денежным реформам это не просто имеется в виду, не знаю там, когда, кто застал, я думаю, что многие, ну у меня же аудитория примерно моего возраста плюс-минус, я думаю, что многие застали, когда, помните, были 90-е и были вначале, по-моему, рублей, потом какие-то купоны, потом кривны, потом были миллионы. Кто миллионером был? Я помню, что я в день зарывала, в том периоде, я начинала, когда были миллионы, в Украине, не знаю, как в других странах, в Украине были миллионы. 96-й год, по-моему, 95-й, 95-й, 96-й год, я ушла работать в школу, ушла в вечернюю школу и пошла работать, продавала кассеты. Я миллион в день делала. Миллионером я уже была. То есть, денежные реформы не имеются в виду, вот такие катаклизмы, когда меняется валюта, так, когда меняется, а вообще изменения в деньгах не приемлемы, сопротивления изменения в деньгах, сопротивления, изменения стиля зарабатывания денег, изменения траты денег, изменения количества денег. Смотрите, изменения, что такое изменение количества денег? Помните, я вам говорила про мини-кессов, что я дала задание, посчитать свою нынешнюю стоимость, жизнеобеспечение, желаемое, дельту. И что эту дельту будет наполнять? Так вот, что эту дельту будет наполнять? Я говорила про то, что человек будет давать. А желаемый уровень обеспечения, я там оговаривалась, готов ли ты к этому. Потому что если вы говорите о том, что вы хотите зарабатывать, например, в 3, в 4, в 5, в 10 раз больше, это про то, что вы будете жить совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Вам нужно будет переехать, я не знаю, кто-то мечтает о Монако. Я, по-моему, в видео приводила пример. Кто-то мечтает о Монако. А твоя семья готова переезжать в Монако? А если твоя семья не готова переезжать в Монако, а ты готов оставить свою семью и переехать в Монако? Это изменение жизни кардинальное. А если ты хочешь зарабатывать, не знаю, ездить, путешествовать по всему миру, а твои друзья готовы разделять с тобой радость, а ты готов потерять друзей ради путешествий по своему миру, и это всё изменение, когда человек не может идти в изменения, то он застреёт в этом денежном консерватизме, он застреёт в своей, в той реальности, когда он хочет, но не готов на самом деле принимать эти деньги и меняться. Так, да, с 1 сентября 1996-го перешли на гривню в соотношении 1 годового. Я в этих соотношениях даже не знаю, не помню, ну не помню, да, то есть я знала, но не помню. Но да, были. Так, я не успела, должна была получить свою первую зарплату, 11 миллионов, и пришла реформа. Ага, с 1 сентября. Вот я помню, что 1996-й год, как раз зимой я ушла работать, я помню, помню, что потом-то был переход на гривну, но я помню, что я миллионером уже успела побыть, мне тогда было 16 лет, да, по-моему, мне тогда было, 16 лет. Вот в 16 лет я была миллионером. В 16 лет я была миллионером. Хорошо, поехали дальше. Я не буду сейчас долго, что делать с вот этим, потому что, с денежным консерватизмом, потому что если, например, с денежной иллюзией, есть понятное, да, упражнение, что можно с этим делать, с денежным табу, есть понятное, что нужно сделать, то с денежным консерватизмом, консерватизмом, это достаточно большая проблема, потому как это неготовность человека, либо непозволение, неготовность человека к изменениям. За неготовностью человека к изменениям может стоять и убеждение, и связанность с чужой судьбой, и кармические узлы, либо кармические заряды. Сейчас расскажу историю. Вчера вечером, я не спала уже, написала мне барышня одна, это немножечко сейчас съедет, написала мне барышня под постом, где я даю стратегию проработок того же денежного консерватизма на самом деле, мне написала барышня одна. А у вас есть диплом психолога? В инстаграме написала. Я пишу, да. И с такой улыбочкой, типа, я даже не знаю, что это было. Причём у меня же все мои сертификаты в сторис, в хайлайты, дипломы, в сторис, в хайлайты их есть, зайди, посмотри, всё, что там есть. Она мне пишет, там, а что вы заканчивали? Если не секрет, что вы заканчивали? Я, значит, ответила, что я заканчивала, заканчивала государственный университет, сертификат, ну, то есть написала, потому что 10 лет. И ещё одна мне барышня написала под постом, там, где я делала, под видео, там, где я говорила про душу. Если помнить, у меня было видео, когда я говорила, что душа выбирает родиться, вот про душу. И ещё где я говорила про инкарнационный заряд, про опыт души. Если душу убили, да, если вас там убили в прошлой жизни, то вероятность в этой жизни не имеет, не идти к деньгам очень большая. И мне, значит, печально слышать такое от психолога. А если у вас вообще диплом психолога, да, это вот одна сторона. А другая сторона, утром, сегодня утром я прочитала, значит, сообщение от клиента, с которым мы начинаем работать. Я, когда увидел ваш пост про, значит, про инкарнацию, понял, что свой человек надо брать, ты хороший, сапоги, надо брать. Про одно и то же, абсолютно разные, те, кто готовы идти в эти изменения, те, кто не готовы идти в эти изменения. Так вот, в денежном консерватизме одна из причин может быть как раз вот этот опыт прошлого воплощения. У меня есть диплом психолога, могу показать. Опыт прошлого воплощения, когда в каузальном теле опыта у человека есть какое-то количество, 12 тел. И есть тело опыта, когда в теле опыта застряла идея о том, что в деньги идти нельзя, в изменения идти нельзя, в деньги идти нельзя. Вот с этим мы работаем на КЭСов. Это одно из последних заданий, инкарнационный заряд, когда прорабатываются вот те моменты. Так, я готова меняться, сейчас полная свобода в выборе друзей, жизни и образа жизни. Аня, тебе верю. Вот знаешь, во-первых, зная, сколько ты уже, как ты работаешь, и сколько ты уже в себе проработала, как ты уже изменилась. И меняться ты готова, и есть, и меняешься уже. Ты уже свою жизнь изменила так, что я, вот у меня есть несколько человек, на которых я смотрю и такая, вау, вот ты одна из них, вот вау. Так что тебе верю. Дальше. Двигаемся дальше. О боже, вообще времени, вообще времени мало. Я так чувствую, что вам нужна вторая часть, потому что я вам дала, даже половину ещё не дала того, что приготовила. Если вам нужна вторая часть, напишите, я просто изменю чуть-чуть план, и мы сделаем вторую часть, вторую часть этой йоги, да, смотреть, как это всё менять. Теперь, ещё один момент, следующий. Эффект замалчивания. Напишите, пожалуйста, если нужна вторая часть. Я постараюсь сейчас, конечно, впихнуть по максимуму, но у меня через 10 минут уже аквариум, мне через 10 минут с вами прощаться. Эффект замалчивания. Нужна, пишите. Замалчивание. Это тогда, когда человек не говорит о деньгах. Ему не при... Ему... Его научили о том, что денежная тема – это табу, о том, что говорить о деньгах стыдно, о том, что обсуждать деньги стыдно. И действительно, во многих культурах есть такая история, что про деньги говорить нужно с аккуратностью. Например, в Израиле вопрос, а сколько, какая у тебя зарплата, ну, неприличный. Это просто неприлично спрашиваются. Да? Но одно дело, сколько, спросить, сколько у тебя зарплата, а другое дело, не мочь подойти и договариваться о зарплате. Понимаете? Это разница. Есть люди, либо не открывать кошелёк, да не договариваться в семье, кто за что платит. Огромное количество семей... Вчера был эфир, да, по-моему, про... Вчера я же вела про мужчина, женщина и деньги. В огромном количестве семей возникают финансовые проблемы. Финансовые... Не финансовые проблемы. Проблемы из-за финансов, потому что они не разговаривают, потому что, ну, и с милым раньше лыше, потому что не проговаривается, кто за что платит и на каком периоде времени. Я встречала, не знаю, есть ли среди вас, когда человек устраивается на работу, приходит и говорит, ну, если это близкий человек, да. Ладно, там мой второй муж так делал. Значит, он устраивался на работу, я могла его спросить, да, какая будет зарплата. Он говорит, ну, не знаю, там, когда дадут, узнаю. То есть у него настолько было вот это денежное замалчивание, ну, там к своей куче истории было, да, настолько было денежное замалчивание, что он не мог спросить, какая зарплата. Если ему не сказали, какая зарплата, он не мог спросить. И большое количество людей, сейчас вам скажу, это для, особенно у тех, кто в найме, у тех, кто в найме, денежное замалчивание проявляется, невозможностью попросить надбавку, когда вы заходите, ну, скажите, если вы здесь, когда вы заходите на одну зарплату и один функционал, а вам начинают этот функционал добавлять, добавлять, добавлять. Функционал уже выше крыши, а зарплата прежняя. И у человека не получается прийти, у него настолько закрыт рот про деньги, что он не может прийти и сказать, подожди, тот функционал, который я делаю, сильно выше той зарплаты, на которую я пришёл. И давай либо менять функционал, либо поднимать зарплату. И человек не может это проговорить, он как будто бы рыбка. У него перекрывает дыхание, ему становится страшно, ему он краснеет, его бросает жар. И чтобы не переживать эти чувства, он выбирает не говорить вообще. Вот это эффект замалчивания. Есть разные. Из крайних случаев я видела, когда, ну, в работе, да, когда женщина находила, там вообще сложная была ситуация, женщина пошла в декрет, они не обсуждали с мужем, как это будет, они не обсуждали с мужем, как вообще, кто за что и кто как покрывает. Это было из серии, да, не принято об этом говорить. Вроде как и так всем понятно. И там, в принципе, муж-то неплохой, но это настолько не обсуждалось, что ему в голову не приходило о том, что женщине нужны деньги, ну, не знаю, там, на прокладке. А она не могла ему сказать об этом. И из-за этого замалчивания дошло до просто, ну, достаточно сложных ситуаций и последствий. Ему реально не приходило в голову. Не спросить, не дать. А она не могла это сказать. Так, у меня было такое, я работала и боялась спросить, сколько зарплаты, ага. Так, и у меня было много лет назад, в начале карьеры. Тариф на сетка в госучреждениях не предусматривает увеличения, жаль. Вот это классный вопрос, Ларис, не вопрос, а комментарий. Мне написала вчера в мини-кэсов, написала вчера женщина, ну, что, женщина, девочка. Написала вчера женщина следующий вопрос. Значит, она работает в госучреждении в Канаде. Может быть, даже сейчас слышит. Работает в госучреждении в Канаде. Вопрос был следующий. Значит, я работаю в госучреждении в Канаде. У нас зарплата постихонечку растет каждый год. И я знаю, насколько я хочу, но даже чтобы увеличиться в два раза, почти цитирую, даже чтобы увеличиться в два раза, это зарплата уровня директоров и менеджеров высшего состава. И туда надо еще много учиться и много лет идти. Есть ли смысл, вопрос, в этой игре? Как вы думаете, что я ответила? Я ответила, что если вы ничего не собираетесь менять, то смысла нет. Правда. Тогда вообще нет смысла заходить, что-то делать, если человек ничего не собирается менять. Можно честно себе признаться, что меня все устраивает, и я ничего менять не буду. И тогда не заморачиваться, не тратить время. Но если человек собирается менять, да, на госслужбе можно, но на госслужбе не единственный способ зарабатывания денег. Ну, совершенно не единственный. И даже находясь на госслужбе, можно смотреть дополнительные заработки. И даже находясь на госслужбе, можно подготавливать почву, уходить с госслужбы. Если я понимаю, если вы понимаете, что в том месте работы, где вы работаете, это мы вернули в консерватизм, вернулись еще немножко, в том месте, где вы работаете, есть потолок, то вы должны быть, а вы хотите выше, вы должны быть готовы уйти с этого места. Потому что если вы находитесь на работе, в системе, которая не даст вам желаемого уровня доходов, и вы пойдете в проработку финансовую свою, пойдете в проработку консерватизма, ограничений, установок, связки с чужой судьбой, вы лишитесь этой работы на каком-то этапе. Вас начнет система выталкивать, потому что ваши амбиции, ваши запросы, возможности, финансовая емкость будет превышать то, что может вам дать эта система. И эта система вас выкинет. Вам начнет там становиться невыносимой, и вас выкинут. И если вы не готовы менять, не начинаете. Просто признайтесь честно, меня все устраивает. Плюсов на государственной работе больше. Это сейчас, Ладонид, это сейчас даже не ваш адрес. Это вот еще то, что я отвечала, что плюсов больше. Я не буду менять, тогда нет смысла. Но человек не меняет, когда он не видит возможности. А вот возможность, извините эту тавтологию, возможность увидеть возможности, это как раз результат проработки. Так, я ищу варианты. Да, и они приходят. Да. Так, а тебе при разговоре о надбавке отвечают, у тебя пенсия есть, и еще больше уменьшают. Ну, так значит, тогда ты не туда пошла. Да, если тебе, это тот же самый вариант. Если тебе говорят о надбавке, у тебя пенсия есть, и еще больше уменьшают, ты говоришь, я не, да, я работаю не там, где меня ценят. Вернее, я работаю там, где меня не ценят сейчас, а так я не хочу. И заниматься своим, у тебя, кстати, есть полный план. Я вот конкретно тебе, да, у тебя есть полный план, что конкретно надо делать. Я на одну, я не помню, какая это была, среда, да, расписывала так, как, ну, не расписала почти никому в эту среду. Поэтому у тебя-то как раз есть чем заниматься и чем зарабатывать. Вот, поэтому да, можно, можно пойти, да, и можно пойти, услышать отказы, такое тоже бывает. И это, опять же, про готовность менять. И про готовность говорить, что в этом и есть момент, все-таки мы слетели в консерватизм, да, что если вы задаете себе планку какой-то суммы, на эту сумму должна быть готовность менять свою жизнь. Если у вас нет готовности менять свою жизнь, тогда, честно, признавайтесь, что нет, я тогда остаюсь в этом консерватизме, в этом феномене денежного консерватизма и остаюсь здесь, остаюсь в этом месте. Так, что у нас со временем? Блин, мне жаль, 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 мы не успеваем больше. У меня сейчас уже аквариум. Кстати, welcome, я даже не знаю, какая будет сегодня тема, потому что, знаете, что я буду делать сейчас? Я сейчас зайду в аквариум и все анкеты, сделаю рандомный выбор из всех анкет, обычно я так не делаю, из всех анкет, которые у меня, из всех заявок, которые у меня есть. Теперь я, теперь будет так, попробую теперь так поиграться. Я видела, что вы писали, что нужно, да, еще одна часть, сделаем еще одну часть, потому что впереди у нас еще есть, мы прошли только денежные иллюзии, денежное табу, денежный консерватизм, денежное замалчивание. В денежном замалчивании, слушайте, те, кто есть на канале аквариум, напишите, пожалуйста, что на пару минут я задержусь, напишите, пожалуйста, там, я сейчас закончу здесь и пойду туда, чтобы там знали, что аквариум будет, я сейчас туда приду. Смотрите, в замалчивании, почему человек замалчивает? Я дочку свою так учила, да, она, почему человек замалчивает? Он замалчивает, потому что ему страшно получить отказ. За этим стоят тысячи один, он посматривает на меня, на меня оттуда посматривает два глаз, за этим стоит определенная установка убеждения про достоин, недостоин, имею право, не имею права, есть лучше меня, страх отвержения. Это всё формулируется в установках, с установками на КЭСов очень круто работает, там бомбические техники я даю. И человек отказывается попробовать. Я своей дочке всегда говорила, когда она подходит и такая, ну, и мнётся, и боится спросить, смотрит на меня, я на неё смотрю, улыбаюсь. И боится спросить, и говорит, я вот там хочу спросить, боюсь спросить, могу спросить. Я ей говорю, чего боишься? Вот чего ты боишься? Ну, я в принципе такая мамаша, которая, ну, самое страшное, я могу взгляд поменять. Это я могу, конечно, рыкнуть, не без того, но за спрос точно в нос не бьют. Она говорит, ну, вдруг ты откажешь, да, вдруг ты не согласишься. Я говорю, смотри, всегда, если ты попробовала, я могу не согласиться. Я могу сказать нет, но я могу сказать да. А если ты не попробовала, то у тебя сразу нет. То есть ты боишься нет, поэтому сразу создаёшь себе нет, даже не взяв шанс на да. И по сути, если ты не пробуешь, если ты не говоришь, то ты уже организуешь себе то, чего ты боишься. Поэтому если ты хочешь это получить, ну, то есть ты уже имеешь то, чего ты боишься. Дальше можно не бояться. Отказ ты уже имеешь, не попробовав. Попробуй. Вдруг получится. И вот так постепенно, постепенно она научилась спрашивать даже, даже то, что вроде бы знает, что нет, и я там предупреждала, да, что так не будет. Она всё равно спрашивает, говорит, я буду иногда спрашивать, а вдруг ты разрешишь, и я её научила. Всё, прекрасно. На этом я с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что эфир был для вас полезен. У нас впереди ещё осталось с вами, это то, что мы не успели, эффект разных денег. У нас ещё осталось эффект денежной профанации. Это вот из денежных эффектов. Эффект разных денег, эффект денежной профанации у нас остались. И у нас остались смена богатой-бедной, богатой-успешной. Вот эти вот разницы поведения богатого, поведения успешного, как переходить. И, собственно, сама растяжка. Вот столько ещё осталось. Я опять запланировала больше, чем успела. Делитесь, пожалуйста, эфирами с друзьями. У Фейсбука есть кнопочка поделиться. Мне надо научиться просить вас об этом заранее, сразу на старте. Но уже как есть. Делитесь с друзьями эфиром. Я очень стараюсь, чтобы вам было полезно. Практически понятно, что с этим делать. А мы с вами встретимся завтра. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Я с вами прощаюсь. Кто-то спрашивал, как присоединиться к аквариуму. Напишите мне в директ. Я отправлю ссылку. Ссылку отправлю уже после. Посмотрите в записи. А в следующей неделе уже будете смотреть. Так, аквариум для тех, кто не знает. Я не знаю, есть ли здесь те, кто не знает, что такое аквариум. Аквариум – это один раз в неделю по средам в 10 утра по Киеву я провожу бесплатные денежные разборы. Я выбираю клиента. Иногда это соответствует той теме, которую мы проходим в проекте денежной расстановки. Иногда это, как сегодня, вообще не будет соответствовать. Я не знаю даже запроса. Я просто беру спонтанно у клиента его запрос и делаю работу, делаю разбор. Все, кто… Почему аквариум? Потому что все, кто хочет, смотрит. То есть это открытая работа. Это бесплатная работа, но это открытая работа. Всё. На сегодня я с вами прощаюсь. Кар. Увидимся завтра. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Жду вас завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok